Добрый вечер, мои уважаемые зрители. Добро пожаловать снова на мой канал. Сейчас видео мне сюжета. Ничего не прошествия не касается. Только что посмотрел видео Варламова. Там в Москве шиковать, в Берлине бомжевать. В общем, посмотрела интервью некоторых там людей, которые живут в Германии. Я не знаю, на каких правах они живут, с какими документами. В общем, девушка говорит, там к донтисту пошла. Укол столько-то, анестезия столько-то, столько-то. В общем, один зуб там 150 или 180 евро, три зуба там 380. Одна пломба 100 евро, плюс если на статью делать, еще евро 20, плюс прием врача, еще евро 15. В общем, один зуб станет 150, если там это все одновременно делать. У меня вышло 380 за три зуба. Она заплатила. Я не могу понять, на каких правах она там находится. Если она находится легально на территории Германии. Если у нее есть там право на работу, или там какое-то разрешение находиться на территории Германии, то у нее будет номер социальной защиты. Я когда в Германии жил, он у меня был. Он у всех есть. Каждый резидент, не только гражданин, он его должен иметь, когда человек работает, он выплачивает социальные поборы туда. Я не знаю, откуда он взял цифры. 229 евро в месяц страховка медицинская в Германии. Так как такие услуги слишком индивидуальная вещь, давайте сравним среднюю стоимость медицинской страховки в месяц с минимальным набором. В Берлине страховка обязательна и зависит от размера заработной платы. Ее минимальная стоимость 229 долларов. Я во Франции живу, я работаю. У меня есть, безусловно, социальная защита государственная, обязательная. Так как я рабочий, у меня есть еще и дополнительная частная страховка. Я плачу 77 евро в месяц. Это не люксовская, но очень, которая покрывает затраты, которые государство не оплачивает. То есть, во Франции, когда вы работаете, государство оплачивает 65% от тарифа, все остальное на ваш карман. Или же вы берете дополнительную частную страховку. Как они в Германии живут, я не могу понять. Иногда их смотришь, или они не знают о своих правах, или у них полно денег. Вот я вам ставлю ссылку. Я в 22-м году делал себе очки. Как она называется, рамка или монтюра, как она на русском языке. В общем, 75 плюс 75 плюс 30. Это получается 150 плюс 30, 180 евро. Я заплатил 9 с копейками с моего кармана. Я вот недавно документы нашел. Я их отправил в дополнительную частную страховку. И мне вернули 9.30. То есть, я заплатил 0. Да, я плачу 77 евро в месяц, но у меня все покрыто. Я в прошлом месяце на операцию был на глаз, я заплатил 0. На прошлой неделе я был на сканер легких постковидный. 0. Я не знаю, откуда они такие суммы берут. И 229 евро в месяц за страховку платить. Я просто не понимаю, что это такое. Во Франции дополнительные страховки, это частные. Такой суммы на человека одного нет. Вот я взял, сейчас объясню вам некоторые фишки, как работает страховка во Франции. Кто работает, кто живет во Франции. Для резидентов и гражданин это одно и то же. Если вы выезжаете в отпуск, даже в ЕС, берите вот эту карту. Европейская страховочная карта. Но как она работает? Если что-то с вами случилось. За вас государство Франции заплатит по тарифу, который существует в Франции. Если же, допустим, мы поехали в ту же самую Румынию. Кто-то скажет, там дешевле медицины, допустим, туда едут люди зубы лечить. Но в Румынии может быть простой рентген стоить, допустим, во Франции он стоит 100 евро. А там, может, он будет стоить 200 евро или 150. Как будет работать? Франция за вас заплатит. Но 100 евро будет по тарифу, а 50 или 100, сколько там сверху будет на ваш карман. И чтобы это избегать, вы берете частную компанию, допустим, «Вояж Европа». Вот я, к примеру, брал, просто наугад я взял Австрию на неделю. И вот ассистанс 48 евро. Медицинское лечение, госпиталь за границей 150 тысяч евро. Возврат по медицине, ну, из-за болезни оплачивается реальная стоимость. За 67 евро, что там, несчастный случай во время поездки, не знаю, что это такое. Ну и дальше, вот. И есть за 211 евро, это на годовую страховку. На год. Там же в Германии 220 евро на месяц. Это трындец просто. Зубы лечить. Во Франции вы идете к врачу, к дантисту. Есть конвенционный один, уровень два. Вы заплатите какую-то сумму, если у него там нету этой машинки, которая, компьютера. Вы отсылаете в свою страховку, в государственную, если вы безработный, бумажку эту. Вы ничего не платите. Если же вы работаете, вы заплатили какую-то часть, вам государство возвращает ту сумму, которую они оплачивают. И дополнительная частная страховка, поэтому надо ее иметь, возвращает то, что вы заплатите в свою карман. Я вот просто, меня шокируют такие вещи, как это. Люди, я не знаю, у них, наверное, денег дофига, поэтому они платят там. И они ничего не знают, ничем не интересуются. Я с трудом поверю, что немецкий рабочий за три зуба выкладывает дантисту 300 евро, и что ему государство ничего не выплачивает. Нечастная страховка, это вообще. Когда я на такие вещи смотрю, у меня волос нету, но у меня что-то шевелится, там мурашки бегают на лысине. В общем, когда вы приезжаете в какую-нибудь страну, сразу интересуетесь, как все это работает, система. Потому что, если у вас есть право на работу, вы вышли на работу, то вы автоматически платите за что-то, и государство должно возвращать что-то взамен. Да, во Франции рабочий, работодатель – это дойная корова, и у вас есть одно привилегие. Одна привилегия – это платить налоги и замолчать. Ну, когда я такие вещи вижу, я просто не могу понять, как там люди могут жить. Или же, повторюсь еще раз, ничем не интересуются, или у них непонятный статус, но они легально находятся на территории страны. Фу, в общем, стрёмная вещь. И вот насчет дополнительной страховки, когда вы уезжаете за границу. У меня есть товарищ, он пенсионер, бывший программист, у него неплохая пенсия. И он проводит свою жизнь на Филиппинах. Ему уже 70 лет. И до ковида, по-моему, видео про это дело я не помню. До ковида ему там что-то там сердцем плохо стало. В общем, ему вены ставили, этот, стены раздвигали. А он-то там был без страховки дополнительной. Франция ему оплатила лечение, операцию, все это. Но сверх тарифа у него было 7 тысяч. Он вернулся во Францию, он бегал по всем инстанциям, поплакался. Но ему списали пятерик, он со своего кармана заплатил. Я ему говорю, Жан-Мишель, вот ты платишь на поездку, ты там сидишь, возьми страховку медицинскую. Он говорит, я никогда за границей не болел. Я говорю, за границей, это что значит? То, что ты можешь болеть только во Франции, тебя машина может сбить во Франции, кирпич на голову упадет только во Франции, а за границей ничего не бывает. Было, случилось. Вот теперь он шуганулся. Теперь он берет страховку. На год платит, по-моему, там под штуку. Но у него все покрыто, потому что он испугался. Да, страховку, иногда вы можете сказать, я вот год не болею. Ну, я заплатил, допустим, у меня за год выходит сколько? 10 месяцев, это 770, плюс еще раз 2 раза 770. Ну, 800 евро. Но у меня покрывает капитально. Я даже тарифы не знаю, сколько стоит у меня лечение. Я пошел, показал эту штуку, государственную карточку, карта Виталь, плюс дополнительную. Все. Вышел, сделал, там зубы засверлили, отсверлили. Все, до свидания. В общем, будьте, товарищи, бдительны, когда прийти в страну. Изучайте законы. Как бы там страховки перекрывают, что перекрывают. Просто поражаешь таких людей. Ну, если есть деньги лишние, то может, эта девушка, которая говорит, там, 380 заплатила, может, наоборот, она радуется, что так, хо, дешево, все. Вот 300 евро, их надо еще заработать. Потому что некоторые за такие деньги куваллы неделю машут на улице, на солнце и под, как его, под дождем, солнцем. Ладно, я вам оставляю вот эту ссылку, в страховке, которую я вам показал. Посмотрите, делайте симуляцию просто, выбирайте страну. Я говорю по ЕС. Ну, если вы, допустим, берете Америку, то берите страховку, которая идет минимум на 300 тысяч долларов. Потому что в Америке медицина дорогая. А лучше на полмиллиона. Сколько она стоит, вам будет, я не знаю. Я не помню, я последний раз в Америку брал. Это было давно еще и до ковида и тому подобное. В общем, никогда не жалейте деньги на страховку, на здоровье. Если есть люди, которые могут себе позволить там в уикенд, я не знаю, за 2000 евро, то заплатите там 50, чтобы покрывало так, что мало не показалось. Вы можете там травануться, вы можете подскользнуться, руку сломать, ногу сломать. Не дай бог машина собьет. Надо быть всегда перекрытым. Ладно, все, спасибо большое за внимание. Потом как-нибудь расскажу, что у меня тут какая-то комедия началась. В общем, у меня сейчас ситуация такая, знаете, как между молотом и наковальней. Или же у меня будет увольнение по экономическим этим, как его, причинам. Или же предложение переехать в люксовское место с фирмой вместе, потому что там у нас стратегический план такой реализовался. Ну, переезжать на побережье с ценами на виллы. Надо все взвесить за и против. Более здоровье у меня такое не супер-упер. Не знаю, сколько еще против. Ладно, все. Всем всего хорошего. И не хворайте. Да, и посмотрите это видео у Варламова. И поверьте мне, у некоторых из вас отобьет вообще желание, кто хотел когда-то в Германию поехать, после этого не захотите. Кстати, если кто-то есть в Германии, кто живет, то нормально работать, то все знать, как это у вас там происходит, социальными вещами, что у вас там зубы платить надо за это, что ли. Оставьте комментарии, как эта у вас система работает. Просто не могу поверить, что то, что жизненно необходимо, допустим, у человека зубов нет, во Франции есть такие вещи, где когда зубы, там даже могут коронки поставить бесплатно, не люксовские, конечно, не керамические, но высокого качества, когда будет признано, что это человеку необходимо для здоровья. Ладно, всем всего хорошего.